Форум объединенных культур. Под таким названием в Санкт-Петербурге прошел юбилейный 10-й международный культурный форум. В атриуме главного штаба Эрмитажа состоялась серия панельных дискуссий в рамках секции «Право на наследие в многополярном мире». Мероприятие, подготовленное Российским историческим обществом и Миноборнауки России при поддержке фонда «История Отечества». Работу блока открыла дискуссия «Литературное наследие. От чтения к взаимопониманию», основной темой которой стала литература как универсальный язык, позволяющий представителям разных цивилизаций понимать ценностные основания друг друга. Всегда, когда наступает время каких-то переходов, всегда, когда наступает время кризисов, всегда, когда мир движется от одной исторической фазы к другой, естественно, люди обращаются к прошлому в разных его модификациях. Это может быть история, это может быть мифология, потому что люди хотят понять настоящее, настоящее, которое не вполне определено, которое находится в таком переходном состоянии такого броуновского движения, и надо найти какие-то якори, которые бы помогали понять сегодняшний день. При этом деятели искусства, в первую очередь писатели, не только участвуют формирование исторической памяти, но и помогают осмысливать те события, которые происходили в нашем прошлом. Перед ними стоит крайне сложная задача. Любой добросовестный писатель, большой писатель, он ведь должен не только реализовать свой художественный замысел, самоценный, наверное, сам по себе, но он должен все-таки знать эпоху, постараться вникнуть в нее, познакомиться с документами. Может быть, поэтому существенная часть исторических романов писали люди, которые пережили эти события. В рамках дискуссии «Историческое наследие. Защита и возрождение» участники обсудили сохранение и восстановление объектов культурного наследия в условиях войн и катаклизмов. Основной вопрос, который мне хотелось бы обсудить, связан, конечно, с наследием, с материальным наследием нематериальным, мы хорошо понимаем, что, к сожалению, наследие, во всяком случае, материальное наследие, наверное, нематериальное, можно утратить. Но, как показывает практика, можно и возродить. В качестве примеров утраты и восстановления культурных ценностей говорили о знаменитой янтарной комнате в Царском селе. Ее в годы Великой Отечественной войны похитили нацисты. Еще один уже современный пример – исторические памятники Пальмиры. Их в Сирии несколько лет назад уничтожили террористы исламского государства. Сегодня российские специалисты активно участвуют в уникальном проекте по сохранению облика древней триумфальной арки Пальмиры. Мы предложили цифровизацию всех пострадавших памятников, которые, с одной стороны, зафиксировали бы навсегда преступления боевиков, а с другой стороны, они дали бы мировому сообществу в руки инструмент, когда можно было бы дистанционно решать, какие срочные меры и какому памятнику необходимо применять. Говорили на встрече о культуре отмены, которое предполагает осуждение и даже порой обвинение в адрес деятелей, живших несколько столетий назад. Отмена культуры в западных странах заключается в том, что элементы прошлого переносятся в ситуацию настоящего времени, не принимая во внимание исторический контекст. И мы начинаем судить о вещах, которые произошли очень давно, современным взглядом. И после этого снимают статуи или даже грубо разрушают их, потому что считают, что эти памятники имеют отношение к темам, которые очень критикуют сегодня. В свою очередь, директор Индийского института БРИКС отметил, что за годы британской колонизации его страна, по сути, потеряла огромный пласт национальной культуры. Многие культурные объекты были вывезены из страны, и необходимо предпринять всевозможные шаги, чтобы вернуть то, что справедливо принадлежит Индии. Вся история восточных стран представляет собой достаточно драматический пласт истории. Но нет механизма, такого как форум объединенных культур, на котором мы присутствуем, где мы могли бы обсудить эти вопросы, выявить, какие памятники необходимо вернуть, воссоздать и как это финансировать. По мнению участников дискуссии, для конструктивного международного сотрудничества нужно признать, что у каждого народа, каждой страны есть своя история, своя культура и свое наследие. Восстановление исторической памяти возможно, особенно когда мы имеем одну хорошо организованную систему, которая будет этим заниматься. Переведу пример из недавней истории моей страны, Сербии. В 1999 году Сербия и Черногория подверглись агрессии со стороны НАТО. В 2000 году мы пережили глубочайшие политические трансформации. Политические силы, которые сопротивлялись эстеблишменту, пришли к власти и начали сотрудничать с западным миром гораздо более активно, чем ранее. Многие годы в Сербии было запрещено использовать СМИ слово «агрессия» в отношении бомбардировок НАТО. Кроме того, в рамках панельной дискуссии эксперты обсудили, на каких принципах сегодня может быть выстроен равноправный диалог культур и какую роль в нем играет профессиональное историческое сообщество. Форум провели сразу на нескольких крупных площадках. Участие в мероприятиях форума приняли представители более 80 стран. Служба информации Фонда История Отечества